Достаточно странный вопрос, почему люди часто дают советы по темам, в которым они не разбираются, зачем они это делают. Ну, я вам должен сказать, что, во-первых, спрос на бессмысленные советы сильно возрос. Дело в том, что прежде мы жили в культуре, в которой существовали авторитеты, и мы понимали, что есть люди, которые обладают достаточным количеством знаний, умений, навыков, и могут ответить на вопрос профессионально. Сейчас у всех ощущение, что одни вообще все знают, потому что у них есть гугл, они могут все загуглить, и возникает иллюзия, что ты во всем разбираешься. Хотя, в общем, и в Википедию даже статью не прочел до конца. И вот это общее ощущение знания, оно превращает этот мир в такой мир без экспертов, без специалистов. И я об этом говорю абсолютно серьезно, потому что по специальным исследованиям, которые в этом направлении проводились, было показано, что люди больше доверяют советам людей, похожим на них, чем экспертам. То есть вот если я работаю инженером, имею собаку, и какая еще моя характеристика? Я мужчина, то я скорее поверю мужчине-инженеру с собакой по поводу своей малярии, понимаете, чем специалисту по, в принципе, врачу или специалисту по малярии. И это общая, к сожалению, сейчас тенденция. И здесь надо быть очень внутренне, как бы, я рекомендую всем быть нетерпимым к глупости. Это правда, это нужно начать самим себе говорить, что есть источники информации, которым можно доверять, а есть шлак, есть всякая разная накипь, так сказать. И последовательно искать источники информации, которые действительно авторитетны, потому что за людьми, которые об этом говорят, стоит опыт, знание, практика и полноценное академическое образование.